Неделю назад Дженнифер Ваз и ее собака Молли гуляли в парке ветеранов. Город Хайлендс, штат Нью-Джерси. Стояло раннее утро, около 6.15. Вдруг Молли резко потянула поводок к берегу океана, и Дженнифер ничего не оставалось, как пойти за ней. Умное животное привело хозяйку к месту, заваленному камнями. К ним вплотную подступала вода, а из нее торчала верхушка затопленной ржавой клетки. Приглядевшись, девушка вдруг заметила, что над уровнем пребывающей воды торчит черный нос и пара испуганных глаз, а в глубине безостановочно двигается маленькое собачье тело. Дженнифер поняла, что кто-то решил избавиться от своего питомца самым изощренным образом. Зная расписание приливов и отливов, негодяй установил клетку со щенком на узкой песчаной полосе за камнями. Вода стала прибывать и постепенно покрыла собаку. Еще немного, и клетка полностью бы исчезла в глубине на несколько часов до нового отлива. К счастью, Дженни Молли не дали этому случиться. Девушка вытащила клетку и сообщила о находке в полицию округа Монмут. Те сразу отреагировали, заодно присоединив к делу местную службу контроля над животными. Судя по всему, годовалого питбуля оставили умирать на берегу в промежуток между четырьмя и шестью часами утра. Песика назвали Ривер. Это имя дала ему сама спасительница, Дженнифер. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Руководство округа призвало всех, кто может иметь сведения про бывшего хозяина животного, связаться с полицией незамедлительно. Один из жителей города откликнулся на заявление и появилась информация, что подозреваемый найден. Однако представители власти не обнародуют его имя, видимо, чтобы он не подвергся преследованию со стороны обиженных граждан. Расследование все еще продолжается. Согласитесь, одно дело сдать питомца в приют и совсем другое обречь животное существо на верную смерть в океане. В очередной раз поражаешься черствости отдельных людей, которые где-то потеряли сердце. Надеемся, что Ривер очень быстро найдет себе добрых хозяев.